здравствуйте студии владислав юрицын сегодня мы поговорим о признании власти талибана в афганистане внешним сообществом у нас гостях рустам бурнашев политолог здравствуйте поначалу было забавно смотреть когда переговоры в россии идут там говорилось что руководство мид россии провела переговоры с движением талибан в скобках запрещено в россии ну то есть пока там суть доделал утряски там люди с самолетов падали понятно мы вот талибы месяц за месяцем фактическая власть в афганистане туда вот например на днях приехал китайский министр иностранных дел вам и но при этом они все равно не признанные вот эти вот вещи они как бы нормальны для современной геополитики ну абсолютно нормально и с точки зрения бюрократии да если есть законодательство и законодательно а в стране приняты какие-то процедуры написания да как в случае с исламским государством в россии да тоже движением талибан что надо указывать что не признано это бюрократические требования да они выглядят комично но тем не менее очевидно что средства масс информации ни одно не рискнет нарушать те юридические нормы которые имеются в стране потому что это создает а потом проблемы достаточно серьезные да попади так будешь спорить да почему мид встречается да почему лавров за руку здоровается и так далее а если мы говорим о уже дипломатических процедурах то это тоже совершенно нормально и а вот и в этот острый период в конце прошлого лета в начале осени да оставился например вопрос почему казахстан взаимодействует до с движением талибан но было же очевидно что например необходимо обеспечивать охрану посольства да внешнюю охрану посольства обеспечивают внешние силы необходимо было обеспечить эвакуацию граждан казахстана более того в казахстан эвакуировались этнические казахи да по программе переселения да в связи с ситуацией в афганистане понятно надо было с договариваться о том чтобы это было безопасно обеспечен коридор безопасности от посольства или от консульства до аэропорта с кем надо взаимодействовать если официальной власти нету да власть которую выдавала агриман послу да то власть которые договаривались там например о составе посольства надо с кем-то договариваться есть силы реальные которые присутствуют стране с этими силами договариваются совершенно нормально сейчас понятно да и даже технически если вы задуматься вопросе хорошо вот есть некоторое правительство которые мы в данном случае пока не признаем возникает вопрос мы же хотим его признать или хотя бы с мы рассматриваем вопрос признать его или нет да соответственно для того чтобы выйти на или на этап признания подписание какого-то соглашения подписания как у каких-то договоров надо вести переговоры мы же не можем не вести переговоры да тогда мы попадем Мы просто в такой технический тупик, поэтому ведение переговоров, установление взаимодействия с какими-то силами, которые мы официально не признаем, но тем не менее они для нас являются значимыми, они действительно позволяют нам решать какие-то вопросы вот в дипломатическом поле, в нижнеполитическом поле, это вполне обычная нормальная процедура. Война на Украине, она как-то несколько отодвинула другие события на задний план, но при этом жизнь показывает, что вот в Карабахе там постреливают и Афганистан, он тоже живет вот своей жизнью, но по Афганистану можно сказать, что там уже начинается какое-то, скажем так, позитивное движение? Ну вопрос позитивности и непозитивности это очень сложный вопрос, да, что мы считаем нормальным, что мы считаем положительным, да, например, я вполне ожидаю, например, что если мы будем говорить с точки зрения там феминизма, да, с точки зрения свободы там и прав каких-то отдельных групп людей, сторонники этих концепций, да, сторонники этих взглядов, они будут говорить, что в Афганистане вполне возможно происходят негативные тенденции, да. Если мы будем говорить с точки зрения управляемости страной, с точки зрения контроля над территорией страны, контроля процессов, которые происходят в Афганистане, мы, конечно, можем сказать, что с этой точки зрения в Афганистане идут позитивные процессы, потому что, как указывают специалисты по Афганистану, впервые, да, за последний там, ну достаточно длительный период, ну разные цифры называются, 20 лет последний, 30 лет последний, иногда даже последний 40, лет называется, в Афганистане есть какая-то сила, правительство, которое сформировано этой силой, которое контролирует практически всю территорию Афганистана, да, то есть нравится нам этот контроль, это и не нравится, это другой вопрос, но этот контроль есть, и вот с точки зрения контроля, с точки зрения того, что мы называем гаваном, да, управления, да, мы могли бы сказать, что там идут, как бы, не позитивный процесс, а там ситуация контролируемая, вот так вот, это, конечно, для партнеров, для стран, которые хотели бы взаимодействовать с Афганистаном и рассматривают Афганистан как значимое для них пространство, значимое для них государство, это, конечно, позитивный фактор. То есть ключевое слово все-таки контроль, да, кто контролирует территорию, с тем и разговаривают. Ну, в данном случае в Афганистане, да, конечно, это не всегда, да, мы можем привести примеры, когда такой контроль для нас будет неприемлем, но в том случае, та ситуация, которая имеется сейчас в Афганистане, и та история, которую имеет Афганистан, с моей точки зрения, да, для партнеров Афганистана ключевым термином действительно является контроль, действительно является формирование того, что мы называем единое пространство. Когда американцы выходили из Афганистана, то есть еще не до этого, до коллапса, в казахстанских СМИ было много публикаций, что Афганистан может стать рассадником, там, исламское движение Узбекистана, там, переформатировано и так далее, что они будут на территории эти террористические группы окапываться и потом терроризировать территорию страны. Но, как показывает практика, центральные власти в Кабуле в этом совершенно не заинтересованы. Ну, очевидно, вообще, как правило, вообще центральные власти в Кабуле, независимо от того, какие эти центральные власти, они, как правило, действительно в этом не заинтересованы, да, то есть мы видели, что, ну, скажем, значительная часть правительств, да, и членов этих правительств, они действительно были заинтересованы в установлении контроля над территорией, да, по полу. Другой вопрос, как они видели механизмы, какая была межгрупповая борьба, какая была расстановка сил. И естественно, как правило, во внутренних процессах для установления контроля, для устранения своих оппонентов силы в Афганистане, разные силы, в том числе и те силы, которые контролировали Кабул, они зачастую использовали, безусловно, такие акции и такие группы, которые мы называем террористическими, экстремистскими. Но, как правило, вектор деятельности этих групп, он был практически на 100% сконцентрирован на внутренних процессах в Афганистане. Единственные группы, которые имели внешний вектор, по сути, это было Исламское движение Узбекистана. То есть, получается, все, кто туда попал, они становятся местными и участвуют в местных процессах? Нет, безусловно, не всегда. Но все-таки, вспомним, Исламское движение Узбекистана, оно формировалось, имело, в отдельный период времени, имело внешний вектор, он был направлен на Центральную Азию. Если мы вспомним, например, объединенную таджикскую оппозицию в 90-е годы, это был абсолютно не афганский элемент. Это однозначно был таджикский элемент прополитического процесса, и он на внутриафганские процессы оказывал минимальное воздействие. А так, в принципе, если мы говорим о внутренних силах, то они, по большому счету, имеют нужную... Да, ну еще Аль-Каиду надо вспомнить, еще все-таки пресловутую, которая, во всяком случае, говорится, что на территории Афганистана были какие-то базы, каким-то образом Аль-Каида использовала Афганистан как пространство для подготовки терактов. Ну вот, в общем-то, и все. Остальные все группы, группы, которые имели внутриафганское происхождение, они имели фокус своей деятельности именно внутриафганский. Поэтому те страшилки, которые были в середине прошлого года, они оказались, ну, в общем-то, страшилки. И, по большому счету, все специалисты, которые занимались профессионально Афганистаном, те специалисты, которые профессионально занимаются вопросами Центральной Азии, я в том числе, мы говорили, что вот этот... рассматривать Афганистан как фактор вот такой целенаправленной дестабилизации Центральной Азии, это очень серьезная секретизация, очень серьезное такое непонимание процессов, которые происходят в Афганистане. Да, безусловно, это возможно, но вероятность таких процессов, она очень низкая. И сейчас мы это видим, что она действительно очень низкая. Я читал один из прогнозов, там говорили, что по мере того, как Талибану придется управлять государством, он будет обтесываться. Ну, в плане, что радикальные элементы будут удаляться, а большинские прагматичные, хозяйственные, технократические люди, они будут брать власть в стране. И вот на сегодняшний момент можно сказать, что этот сценарий реализуется? Мне сложно ответить на этот вопрос. Я все-таки не являюсь специалистом по Афганистану, поэтому внутриафганские процессы я на таком уровне не отслеживаю. Это надо интересоваться, безусловно, у специалистов по Афганистану, которые знают настроение конкретных представителей движения Талибан, какие у них установки, какие у них позиции. Но, насколько я знаю, все-таки вот такой серьезной перестановки кадров там не происходит, просто меняются позиции людей. То есть, это, в общем-то, та установка, которая доминирует у некоторых стран Центральной Азии, что и, в общем-то, и у других стран, которые работали в Афганистане, в частности, у Китая, в какой-то степени даже у Соединенных Штатов Америки, что вписывание афганских лидеров, тех или иных каких-то клановых лидеров, центральных лидеров, каких-то полевых командиров, в экономические связи, в какие-то финансовые процессы приводит к тому, что человек просто понимает, что выгоднее торговать экономическими процессами, чем торговать войной. Но, опять-таки, повторюсь, что детальный анализ все-таки должен здесь давать специалист, который занимается именно Афганистаном, а не Центральной Азией. Когда глава китайского МИДа был в Афганистане, он сказал такую фразу, что Китай единственная из крупных держав, которая ничем не навредила Афганистану. То есть, получается, Британская империя, там была СССР, потом Китай, в том США. Можно сказать, что сейчас начинается, скажем так, период активного китайского присутствия в этой стране? Ну, это небольшое лукавство, конечно. Конечно, понятное дело, что это заявление направлено в большей степени на обывателя и направлено на дипломатические круги. И понятно, приятно, что когда мы устанавливаем отношения, мы всегда пытаемся подчеркнуть какую-то особость, еще позитивную особость. Но, например, историкам, специалистам по Афганистану, я думаю, великолепно известно, что Китай достаточно серьезно вмешивался вовнутри афганские процессы во время присутствия там Советского Союза. Да, и те проблемы, которые Китай потом получил в 90-е годы с Сен-Зиан-Ингурским автономным районом, это был в значительной степени отклик, который был связан с вмешательством Китая в афганские процессы. По-понятному, что это не было такое масштабное присутствие, как у Советского Союза, как у Соединенных Штатов Америки, но, тем не менее, это присутствие... А дальше мы сталкиваемся с оценками. То есть термин «навредил» он очень такой, специфический. Например, очень многие специалисты, советские специалисты, которые были в Афганистане, они достаточно позитивно оценивают присутствие Советского Союза в Афганистане. Не военное, да, то есть создание объектов, создание экономических объектов, инфраструктурных объектов, образовательных объектов. То есть то же самое и мы от Соединенных Штатов Америки можем увидеть оценки, что они тоже сделали очень много для Афганистана, очень много позитивного. Поэтому навредила эта субъективная оценка, а вот присутствие... Все-таки присутствие Китая в Афганистане было, но, повторюсь, да, не столь масштабное, как у других стран. А если подходить к финальной части вашего вопроса, да, конечно, присутствие Китая сейчас усиливается, и вполне возможно, что с какой-то перспективы мы сможем говорить, что, да, начинается период присутствия в Афганистане Китая и вместе с Китаем Центральной Азии. Потому что и некоторые страны Центральной Азии, например, в том числе Узбекистан, к примеру, они достаточно активно хотят присутствовать в Афганистане и реализовывать в Афганистане достаточно важные для них стратегические проекты. Есть такое понятие «горячая точка» Советского Союза, такое установившееся определение. Вот если, например, взять такую горячую точку, как Украина и такую, как Афганистан, в общем, мировому сообществу кто больше доставляет проблем или там тревог на сегодняшний день? Ну, мировое сообщество – вещь, она, знаете, очень такая специфическая, да. Когда нам говорят мировое сообщество, нам говорят, как правило, о том, что нам показывают средства массовой информации. Понятно, что сейчас с точки зрения картинки, которую нам дают средства массовой информации, Украина – это центральный пункт внимания, да, какой-то. Но почему? Потому что мы находимся в пространстве, которое формируется за западными средствами массовой информации, да. Я думаю, что если мы бы смотрели с вами информационные каналы Пакистана, например, может быть, Индии, вполне возможно, у нас была бы совершенно другая аберрация, да, совершенно другое представление о реальности. Поэтому для нас, поскольку мы находимся в западном пространстве, да, и политическом, информационном, для нас и Украина, безусловно, более важное событие. И мы здесь понимаем, что есть и объективные факторы, помимо субъективного, да, все-таки военные действия в Украине, как бы мы их ни называли, война, там, какая-то операция и так далее, они происходят с участием той державы, которая, как минимум, претендует на статус сверхдержавы и по военным меркам является сверхдержавой, Россия является ядерной державой. И это очень важно, это действительно очень серьезное глобальное воздействие, да. То есть, с этой точки зрения, конечно, Украина очень важна и является стратегическим пунктом. Но, опять-таки, повторюсь, это не для всего мирового сообщества. Я вполне готов допустить, что для Пакистана события, происходящие в Афганистане, имеют гораздо большего и, значит, гораздо больше, чем события, которые происходят в Украине. То есть, получается, очень важно в этой глобальной мозаике, в каком именно кусочке ты сам находишься и какое на тебя влияет? Безусловно, при всей нашей глобализации мы живем в рамках мира регионального и в рамках и мира национального. Последние два года наших карантинных великолепно это показали. Что, сколько бы мы ни говорили о глобализации, при определенном стечении обстоятельств мы сразу начинаем выстраивать национальные границы и замыкаемся в нашем национальном пространстве. Даже посмотрите, нынешний конфликт, который, нынешний глобальный конфликт или война в Украине, к чему приводит? Потому что мы начинаем ставить вопрос, а давайте мы будем замыкаться в национальных границах. Потому что в национальных границах мы можем контролировать процессы, а, например, в границах ЕАЭС мы уже процессы контролировать не можем, и мы становимся заложниками действий каких-то наших партнеров. То есть, вы видите, национальный уровень, он достаточно большое значение имеет. То же самое значение имеет региональный уровень. Поэтому так глобализировать и говорить, что все прогрессивное человечество или все глобальное сообщество считает, что вот это событие самое-самое важное, я бы не стал говорить. Все-таки, да, мы смотрим всегда с какого-то нашего сектора, с нашей точки зрения, и наш такой фокус может оказаться для нас более важным, чем фокус другого человека, фокус другого государства. Получаются какие-то вариации на тему американского футбола? Это называется мировое первенство, да? Хотя кроме США никто в эту игру не играет. Ну, да, то же самое, да. Мне кажется, великолепный пример, потому что до недавнего времени, например, для американцев, если ты говоришь футбол, то они будут понимать именно свой футбол, о котором мы вообще ничего... Мы только знаем, что там люди в касках бегают, да, знали. А для них вот то, что мы называем футболом, это сокер, да, и для них это крайне малоинтересно было, да. То есть, да, это такие локальные пространства, локальные модели, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Ну, можно такой же пример показать, если мы линию спорта проводим, ту же самую российскую, например, сейчас выстраиваемые спортивные мероприятия, да, то есть то же самое фигурное катание. Неожиданно на первый план вышел не чемпионат мира, да, недавний вот проходивший, да, а национальное первенство России, да, более того, что для этого был некий мотив, да, когда россияне стали говорить, что некий второстепенный чемпионат мира, какой там чемпионат, когда происходит наш великий национальное первенство по фигурному катанию, где действительно выступают, ну, там, например, в женском катании сильнейшие, да, фигуристки. Видите, а вот тот факт, что Афганистан, ну, разрушен войной за многие десятилетия, и он бедный. Это сильно мешает, скажем так, выстраиванию экономических связей между Центральной Азией и Афганистаном? Я не думаю, что это проблема на самом деле. Проблема в основном там, с моей точки зрения, безусловно, вполне возможно, что люди, которые вписываются вот в этот процесс, ведут там переговоры какие-то, да, обсуждают технические какие-то позиции. У них, возможно, другие оценки. С моей точки зрения, основная проблема – это надежность функционирования инфраструктурных проектов, которые хотят реализовывать в Афганистане страны Центральной Азии. Да, то есть, насколько это будет надежно функционировать. Поэтому вот для стран Центральной Азии правительство сформировано движением Талибан, и тот период, когда это правительство действительно функционирует и контролирует всю территорию, он действительно очень выгоден. Да, потому что это гарантирует функционирование тех проектов, тех договоренностей, которые будут заключаться. Финансирование таких проектов, оно практически никогда не носит национального характера. Ни одно национальное государство, как правило, не готово финансировать такие инфраструктурные проекты. То есть, получается, железная дорога, газопровод – это дело третье. Главное, чтобы были гарантии безопасности и соблюдение договоров. Вот я бы избежал слова гарантии безопасности. Соблюдение договоров и контролируемость территории. Дело в том, что я в данном случае придерживаюсь позиций, что нету такого позиционального вопроса сначала безопасность, потом проект. Проект призван обеспечивать безопасность. Это, кстати, практически официальная позиция этого Узбекистана была. Она была достаточно четко озвучена прошлым летом, когда Узбекистан презентовал свой проект вот этой объединенной Центральной Азии и Южной Азии. И там была ставка на то, что мы не должны ждать, когда будет безопасность, потому что безопасность сама не возникнет. Безопасность формируется на основе реализации проектов инфраструктурных, экономических, финансовых. Мы их начинаем реализовывать, и они формируют безопасность. И Узбекистан всегда отсылается к своему примеру железная дорога Термес-Мазари-Шариф. То есть, когда показывается, что вот эта дорога функционирует, там нет никаких проблем с безопасностью, потому что именно сама дорога формирует некоторое пространство безопасности. Она всем выгодна. И поэтому здесь больше стоит вопрос о том, чтобы договориться, просто договориться, и эта договоренность будет иметь силу, и никто ее не будет пересматривать. И она будет устраивать все, ну скажем, территориальные, все территории, на которых этот проект будет реализовываться. Вот это главный вопрос. А финансирование, оно, как правило, идет из международных структур, это какие-то международные банки. Опять-таки повторюсь, потому что та же самая дорога до Мазари-Шарифа, она не строилась за деньги Узбекистана, она не строилась за деньги Афганистана. Она строилась при внешнем финансировании. Да, это нормально, это все проекты международные, мы так сейчас делаем. То есть, получается, сначала проекты, а вопросы дипломатического признания, официального, могут и подождать. Ну, безусловно, практика это позволяет делать, и мы имеем такие прецеденты, когда мы можем, сам факт признания вот этого, да, это просто некоторая символическая вещь. То есть, эта символическая вещь, она вполне возможно когда-то состоится, сейчас уже появляется информация, что вполне возможен некий консенсус, вот заинтересованных стран в таком признании, ну, пока, видимо, этот консенсус только формируется. А не дожидаясь какого-то символа, проекты можно совершенно спокойно реализовывать. Более того, они же реализуются при поставке гуманитарной помощи в Афганистан. Они происходят, и происходят независимо от того, какое там правительство находится, и великолепно реализуется этот проект при нынешнем правительстве движения Талибан. Единственное, надо иметь, да, вот я, чтобы у нас не было такой оптимистической картинки совсем, что вот движение Талибан пришло, и все будет хорошо. Да, на самом деле надо понимать, что вот то, что мы сейчас говорим с вами, что движение Талибан контролирует территорию Афганистана, и так далее, надо понимать, что мы говорим об очень ограниченном периоде времени, очень специфическом периоде времени. Как показывают исторические прецеденты, вот до явления американцев афганскому народу, в Афганистане была очень четко фиксировалась цикличность боевых действий. То есть боевые действия, как правило, проходили в период с весны до осени. В осенне-зимний период боевые действия не происходили. И движение Талибан пришло вот сейчас к контролю Афганистана, и сформировало свое правительство именно в тот период, когда традиционно в Афганистане боевые действия не происходили. Поэтому вполне возможно, что вот сейчас, в поздней весной, могут начаться какие-то эксцессы, могут начаться какая-то дестабилизация. Если она не начнется, тогда мы можем более уверенно уже говорить о том, что да, действительно, правительство движения Талибан контролирует Афганистан, и это действительно та сила, которая закрепилась надолго, и закрепилась на такой условно бесконфликтной форме, без горячей формы конфликта. Ну, слава богу, ждать осталось недолго, так что скоро мы увидим, это были циклы, или это было завершение. Да, хотелось бы надеяться, что это будет завершение. Большое спасибо. У нас в гостях был Рустам Бурнашев. Мы разбирались с Афганистаном. До свидания. До свидания.